привет друзья с вами джексон и сегодня мы с вами начнем играть в игру под названием seven days today это выживал к выживал к от первого лица в мире опять же постапокалипсис мир зомби мир населенный зомби и прочими тварями и насколько я знаю насколько я читал это один из самых суровых в плане выживания миров вообще из существующих там выживал как различных и так далее игру считают очень-очень сложной выживать ней непросто но игра со своими прелестями игра имеет очень очень обширную очень хорошо развитую систему крафта и свои особенности геймплея она не зря называется seven days to die то есть там что-то типа семь дней чтобы умереть или что-то подобное на седьмой день будут приходить за нами большие орды зомби от которых мы должны спастись а соответственно чтобы от них спастись нам нужно их убить убежать от них нельзя они догонят они нас побьют поколотят сожрут наши кишки и со всеми вытекающими обстоятельствами естественно поэтому нам нужно будет отстроить оборону отстроить базу скрафтить себе оружие и прочее 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 то есть контента довольно много будем играть так для начала у нас тут появились квестики я когда-то видел уже эту игру но еще наверное по моему в 16 версии что ли у альфе сейчас 18 до игра в альфе причем в альфе она достаточно давно разработка ведется по моему года с 13 что ли и она все еще находится в альфе но игра претерпела довольно много изменений с тех времен добавили очень много контента самого по себе и игру практически полностью переработали но почему-то все еще находится в альфе возможно я подозреваю что ее разрабатывают там один-два человека и они не особо не торопится окей лада так нас тут просят сделать спальный мешочек а спальный мешочек мы сделали его надо разместить это наше будет спальное место в котором если вдруг нас сожрут убьют покусают или мы там просто сдохнем от головы с голодухи мы здесь зарезаемся но я думаю мы его возьмем с собой и разместим мы его где-нибудь в другом месте поближе к тому месту где мы захотим остаться надолго и сейчас нам с вами нужно запастись камешками запастись деревом и травкой вот этой травка срубая травку я добываю волокна из которых мы сможем сделать каменный топорик каменный топорик у нас это такой основной первичный инструмент который позволит нам порубить дерево который нам позволит бить кактусы с которых мы кстати чем сих получаем что-то мы с них получаем фрукты юки а фрукты юки да кстати это хорошо кстати что мы зарезались в пустыне здесь есть четыре биома основных это зимний биом стандартный летний биом но такой нормальный биом пустыня и выжженная земля мы зарезались в пустыне и здесь вот есть вот эта юбка это очень хорошо что она здесь есть это один из плюсов нахождение именно в пустыне потому что из этих плодов юки насколько я помню мы сможем делать водичку себе потому как это все-таки выживалка да здесь надо будет надо будет есть пить добывать себе провиант то есть все как полагается все как в самых суровых выживал к а кстати во наш первый гость идет смотреть но мы сначала одежду из волокон сделаем давай это давай это что там еще по одежде у нас есть ботинки из волокон есть есть капюшон из волокон или шляпа а чем лучше капюшон или шляпа давайте сделаем шляпу мы будем такой это модный выживальщик так одеваем 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 вот как мы выглядим но прям такой что среднестатистический фермер какой-нибудь помоем все норм так что нам нужно сделать деревянную дубину а это наше так скажем первичное оружие она чуть сильнее топориком потому как топорик это чистый инструмент чувак чем тебе не понравился как вы посмотрите он бьет какпус дядя над пить меньше но серьезно но серьезно драться с кактусом новые по моему не культурно давайте мы им накостыляем и слышь мистер офисный работник на тебе как то ну нахер тут еще и змеи а это вот наверное причислим к минусам нахождения в пустыне тут есть змеи так давайте-ка мы с вами чё нам тут опять хотят сделать чтобы мы сделали лук и стрелы но давайте сделаем лук и одну стрелу так по инструментам нам нужно будет лопата стопудово каменная лопата у нас не хватает камней до камешки в 1 кей соберем камешки это мы соберем кролям кролик стой роличек стой 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 кролик я хочу в тебя попасть не попал ладно кролик тебе повезло так из этого черепа кстати о а я что раньше не удумывался сделать такое дело с черепушкой из косточек из косточек мы сможем сделать себе нож костяной по моему а 5 костей надо ладно это мы еще соберем так закладка базы закладка базы это нам говорят типа строй базу строить базу будем чуть позже но сначала дойдем до какого-нибудь строения и попробуем его залутать попробуем его залутать там может быть чуть полезное в этой игре все довольно непредсказуемо мы можем как очень долго находиться вообще без оружия только с тем что мы собственно сделаем сами кстати надо сделать надо сделать копья надо сделать копья потому что это такое кстати забавно универсальное оружие и можно тыкать и его можно бросать причем после того как мы его бросим мы его можем забрать обратно прямо из зомби а причем пока его там застанет или еще что-то и бросить снова поэтому поэтому копье нам пригодится стопудово так вот мы как можем найти оружие очень очень поздно либо потом уже в конце концов скрафтить его сами либо его можно найти прям вот случайно вот таком вот куски мусора и серьезно такое тоже бывает это четко латунные предметы могут быть переделаны в лом латуни в вашем рюкзаке а ну так разбираем либо найти в вот в таком вот маленьком куски мусора за это видел у игры довольно много негативных отзывов что там люди находили чуть ли не в первом же мешке с мусором там дробовик с патронами или еще что-то такое ну да бывает мир случайный генерируется случайно да кстати я не стал не знаю почему но принял решение что не буду играть на стандартной карте которая предсгенерирована если так выразиться вот тварь это летает летучим мелкий петеродактиль зараженная птица они очень больно кусаются вот я не стал готовую карту использовать я сгенерировал ее заново случайным образом то есть у меня не будет возможности не будет возможности воспользоваться картой которая в интернете и очень легко можно найти так сейчас мы чуть-чуть маленькой запасем дереве дерево и отправимся дальше дерево наше дерево сейчас наше все это наш основной строительный материал мы делаем топорик ёпт я наступил на как ну серьезно вот этот маленький кактус нанес только урона и еще кровотечение открыл было бы овощи офигенно так что у нас здесь рыболовные грузики переплавить короткая железная труба наверное пригодится так вот кстати да будем отсюда еще пару косточек что только топорик сломался топорик сломался так еще одно копье сделаем и починить топорик о починил отлично вещи здесь имеют свойство ломаться причем вещи видите там единички нарисованы это вещи первого уровня чем выше уровень соответственно больше урона там больше все остальное короче круче все это становится дело ох смотреть сумка вещь вещь мешок фланелевая рубашка сопротивление тепло минус 3 сопротивление холоду ну ладно не знаю давайте давайте возьмем пока пусть лежит может пригодится пардон так чё на здесь о семена картохи семена кстати да здесь можно будет тоже как их как и в рафте построить себе грядочку и спокойненько на ничуть выращивать так ку-ку есть кто дома так зомбаки здесь реагирует на шум давайте постучим видать никого окей давайте зайдем посмотрим может есть чем поживиться а также дверь открыта вообще прекрасно судя по всему тут был какой-то торгаш маленький маленькая куча еды что он есть красный чай очка это отлично . это отлично так что-нибудь нам даст если мы расхерачим вот этот кассовый аппарат тут очень много всяких запчастей тут практически каждый предмет можно разобрать на запчасти каждый предмет из чего-то состоит но в принципе какие в реальном мире нам что-то это дало железо 15 единиц железа ну пущай будет пригодится я думаю так это у нас еще это цемент как я понимаю да да это цемент и цемент нам пока не пока нам он не нужен как-то можно и как-то я могу здесь поставить меточку какую-то быстрая метка а я могу и подписать нет ну ладно оставлю здесь такую меточку что тут лежит ну надеюсь я не забуду что там этот как его что там цемент так тут у нас ничего нету ничего полезного нету окей ладно girls о там девочки идем к девочкам девочки всегда хорошо змея пошла на поток не змея это дядя у какой злой дядя так давайте-ка кстати на нем испытаем наше купе цо более там еще змея где-то шипела в через дорогу ползет падла тварь ползучая так у нас копья же 2 копья у нас 2 вот так отлично да копья у нас 2 с этой тварью я связываться не хочу а вот зомби я поговорил и дядя более две змеи ну нафиг ну нафиг нафиг на а я ей что за фрезы что за фрезы да с оптимизацией в этой игре есть проблемы даже несмотря на то что графика такая весьма весьма топор ненькая особым качеством не отличаются но здесь не в ней фишка здесь фишка в самом геймплее поэтому на график прошу не смотреть о рецепт травяных антибиотиков берем берем а тут смотрите прям два зомби но все сейчас точно испытаем наш копье не шевелись сильно дядя копья дай боли на змея ползет сюда ну это что такое-то змея я течо плохого сделал я даже мимо тебя не проходил ты просто где-то меня случайно спалила на отлично так 2 копье где вот она 2 копье странно почему-то сюда не ставится так давайте посмотрим чё тут чё тут за девочки есть но сначала а фургончик мы уже обыскали да тук-тук девчонки я пришел что это такое что это было что это было почему что что подо мной взорвалось это мина была что ли вот дядька отдай отдай моё копье отлично копье отдай так копье забрали копье забрали отлично а кстати тут есть какой-нибудь индикатор индикатор уровня потому что да я по моему забыл об этом сказать здесь есть навыки здесь есть прокачка уровень у нас первый доступ на очков 0 до пока пока все по нолям пока все по нолям так то он какой-то крутой жирный зомби давайте его тоже на нахерачим чтоб он не мешался ё-моё я промазал и где вы теперь искать где вы теперь искать вот смотрите хоп воткнул забрал воткнул за за брал воткнул ну и по башке дубиной ой блин стамина кончилась удары еще до удары хавают стамину то есть тут все реально все как в жизни да смотрите этот зомби какой-то видимо более жирный более жирный такой потому что за него дали за него дали 750 опыта где моя копье вон она хода отлично тут ничего не пропадает чтобы ты где не бросил здесь ничего не пропадает так надо воспользоваться аптечкой нас есть аптечка а то сорок одна единица это прям чуть не особо так и давайте проверим что у нас по самочувствию так еда вода 132 отлично пока всего хватает всего норм очень неудобно кстати что она вот там все че реально здесь никого нет ёп твою мать напугали и через реально никого вот я не поверю он лежит она по-любому здесь раньше работала ну стопудово же да о шкаф с этой стороны можно прямо обыскать пустая банка у блин как бы они тут не повылазили бы все ё-моё ё-моё вот об этом я и говорил вот об этом я и говорю на те мужик ладно хоть этот зомби слабенький смысле так отчеты не берешь так копьецо так а вот та женщина походу так давайте постучим тук тук на тебе я палкой забью сейчас 18 плюс контент так девочки пока чет местные девочки мне не очень нравится скажу я вам это тут еще шарится рядом стул а зачем не стулья их можно разобрать ну почему бы нет тогда почему бы нет пусть разбираю это что это неизвестно что опять провалилась смотри качу да они снаружи они снаружи давайте пока они ходят снаружи осмотрим чего здесь есть в баре потому как по моему больше никого нет мега газя во какая-то это отлично это просто прекрасно косовый аппарат о это отлично холодильник о сырое мясо отлично главное чтоб она у меня в кармане не испортилась пустая стеклянная банка о пивчан пивчан это вообще прекрасно раковина свинец пустая концертная банка отлично здесь еще что-то так это мы получается себе попить на дыбали очень много но это хорошо значит мы не зря зашли болен провалился в итак кто там к нам долбится кто-то кто там долбился и много ли их там а вон он вижу его давайте сход сходим с ним поздороваемся привет дядя ты чё тут ходишь шумишь еще какой-то жуткий дядька на те вау нормально его так раскорячила вообще огонь смысле почему оно не взялось сразу а у меня инвентарь по ходу кончился какие-то разобрать латунь а это просто латунь свинец это именно сами ресурсы получается так никого рядом нету так рядом никого не туда так чем мы можем так листолой нет из юки вот они рецепты мы можем открыть рецепты сок юки да вот мы можем у нас есть банка давайте сделаем сок юки пусть он будет пусть он будет у нас про запас куда он долбился вот в эту дверь да да ладно там еще кто-то остался или это какое-то другое помещение что ли он нормально я тетке или кому-то там дал по башке через дверь ну давайте помогу что блин тут еще шагает причем очень быстро и очень таким это с энтузиазмом а ты как бегаешь то дядька не надо тут рядом со мной бегать ok бегает он тут на тебе тетка в пузяку и по башке тебе еще на они какие-то эти какие-то особо жирные что ли какие-то или чё блин там еще один это видимо наверное потому что я близко к городу их наверное близко к городу много а я кстати как раз таки как раз таки думал о том чтобы разместить базу где-то поближе к городу но видимо это плохая идея как мне кажется так сопротивление холода сопротивление у нас тут жара давайте мы ее разберем это нас нам должно дать ткань из ткани мы можем сделать бинты бинты нам пригодятся чё такое понятно подвисаем как обычно так а я ей кто-то опять с большим энтузиазмом идет в мою сторону так мы вот здесь не закончили так куча мусора ничего еще газировочка отлично что это кофейные зерна зачем они мне мусорный бак еще гильзы так все он меня слышал придется его наказать за это отлично наказатель зомби работает пока так займемся своим делами дальше так это мы осмотрели шкафчик шкафчик разобрать все это дело плита есть еда рецепт дедушкиного супер соуса прикольно уголь уголь мне пока не нужен мне топить пока нечего хлопок семена хлопка прикольно семена хлопка можно взять наверно селитра ухты селитра и еда кстати консерва у нас такая есть давайте-ка мы консервированный чили музыкальная еда и давайте-ка мы бомбанем сока юки то неизвестно сколько у нас там по еди воде яйцо перо 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 же только используется в стрелах до стрелы мне пока не особо нужны по моему записка просто дружеское напоминание чтобы ты платил вовремя или всегда будут проблемы а ну да это типа небольшое квестовое напоминание так здесь явно кто-то должен быть чего нет никого так нижней полки эта вещь полезная здесь могут быть книги которые дают нам скиллы прям как в этом части стальной брони прямо как в skyrim и так делик раз херачить можно до телек раз херачить можно оттуда по-любому выходит чем полезное мы кстати очень сильно перегружен полимеры оттуда выпали диван диван ткань ну ладно я думал кожа будет железный стол ведро фрагменты ткани гвозди в столе нет офисный стул раз фигачить а здесь кожа а здесь кожа и все по моему у нас по моему у нас больше больше здесь в них взять неча давайте-ка мы отойдем сядем на картон и чтобы нас никто не видели так сказать присядем посерить в поле и посмотрим чем мы можем чем мы можем выбросить вообще это мы можем разобрать это все застакается банки не знаю банки нам нужны нет спасибо за снижение она тогда нас какой-то чувак выбросил мы кому-то там должны были деньги и вот мы здесь поэтому обезболивающие кости 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 так вот нам нужен костяной нож делаем костяной нож каменная стрела так бумага 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 у нас есть нам она но наверное нужно будет я не знаю интересно так чем мы можем убрать костяной нож давайте возьмем вот сюда да вот сюда бинтик бинтик можно использовать или бинт только нет поднимает максимальное здоровье а он только прибавляет максимальное все понятно ладно так камень кости плоды юки мешочек цемент так цемент можно выбросить он нам пока не нужен гвозди так перевес чуть-чуть уменьшился но все равно перевеса овер дохерища просто набор лишить я шихи я не собираюсь вообще пока не собирался так стеклянные банки стеклянные банки семена дуба перья 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 передану в пеннике перья кому они нафиг нужны так так все мы хотя бы так вот еще копье вода копьё факел это блок защиты я понять не имею чуть такое сырое мясо надеюсь она в кам в кармане у меня не испортится труба свинец стеклянная банка гильза три гильзы если толку нет этих прям пирамидка ну ладно так от киев город мы не пойдем время четыре часа время 4 часа скоро ночь скоро ночь нам нужно строить убежище нужно отойти подальше от этого блядюшника где с многообещающей надписью девочки но вы сами видели какие там девочки поэтому туда возвращаться мы не будем это точно нужно найти нужно найти ровное место потому как тут строение имеют рюкзак я думал это камень каменная кувалда аж 5 уровня офигеть вот я вам ребята о чем и говорил что здесь можно найти очень крутые вещи валяющиеся просто так то есть это кувалда огромная каменная кувалда сейчас бы найти зомби чтобы испытать так надо все равно идти подальше от города я думаю поэтому давайте-ка мы текаем отсюда потому как мне очень меня очень не вдохновило количество зомби которая ходила около этого борделя ну или стриптиз клуба как угодно так город у нас вон город у нас вон поэтому давайте двинем в ту сторону мы там уже дамы с той стороны пришли туда мы и пойдем так ну вот собственно я нашел более-менее ровную площадку потому как не успел сказать здесь здание подвержены тоже влиянию некой физики и если под ним под зданием будет неровный неровный грунт неровная опора здание может разрушиться такое есть да это можно даже устроить там в городе к примеру разбить несколько колонну какого-нибудь здания и здание начнет рушить по крайней мере так должно быть сейчас мы эту площадочку по быстренькому зачистим тут еще вон какой-то дядя ходит сейчас мы с ним тоже познакомимся и начнем строить дяденька привет только меня в волчара покусал вы видали вы видали это ща мы на ней кувалду испытаем она хоть и каменная но должна всекать неплохо дыдыш ох какой удар неплохо копьё дай копьё дай женщина вот же баба да копьё не отдает так волчара волчара ну ну ты ты сам знал ты сам напросился поэтому ты пойдешь на мясо и на шкуру до свидания отправляйся в собачий рай ну если такой есть так здесь у нас здесь у нас очень много лишних строений надо их убрать так ну вот я расчистил маленькую площадку время у нас 7 43 нам пора бы уже делать вещи в частности делать себе укрытие поэтому давайте-ка займемся этим делом наконец-то и начнем ставить наши вот эти блоки строительные которые вон у нас сейчас с таким прикольным звуком производятся так и ставить мы их будем вот так сначала нам пригодится прямо совсем совсем небольшая хибарка поэтому мы сильно прям размахиваться не будем сделаем чуть-чуть давай делай 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 молодец делать вот так отлично так сейчас мы сделаем пол сначала вот видите 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 о чем я говорил вот он неровно стоит и это может нахер плохо кончится поэтому я не знаю насколько долго это строение у меня простоит но главное чтобы она простояла хотя бы пару ночей а там уже там уже как пойдет нам главное ночь здесь переждать можно даже наверно крышу не делать будет и главное чтоб блоков хватило точнее не блоков а дерево произвести мы их всегда успеем а вот так вот маленький домик мы сделали сейчас мы поставим стены ой так у меня кончилось у меня кончилось дерево давайте быстренько нарубим еще маленько и достроим домик так солнышко заходит солнышко заходит и это капец вообще это вообще капец но нам нужно строить нам нужно строить тут за мной он еще какая-то змеюка змеюка под люка ползает но я думаю нам этого хватит попробуем попробуем ночью особо не шуметь так еще кстати надо еще кстати надо сделать дверь блин дерево-то на двери нету надо добыть по-быстрому прям по-быстрому пошла нахер я тебя слышал ой отвали нам же еще надо блин нам же еще сейчас это все дело обшивать же надо твою мать так дверь дверь делаем так давай вот дверь чик поставим дверь вот так чик все поставили дверь теперь нам надо успеть пока не наступила ночь срубить еще пару деревьев это мы где блоки блоки строительные вот они строительные блоки мы их разбираем все нам нужно обратно дерево что-то я много их настроил пока хватит нам бы крышу отстроить я что очень мало запас дерева для наших с вами начала постройки так это сюда семена сосны идите нафиг семена сосны дерево есть рядом есть пока солнце не села надо успеть зарубить его и по-быстрому возвращаться отколачивать домик хотя бы чтобы нас просто зомбаки ночью не заметили хотя бы вот с такой вот стороны посмотреть и вот давай 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 нас до того как сядет солнце еще есть капелька времени капелька совсем маленькая но есть можно обшивать наверно будет да так все у нас миссия завершилась так костер хочу у нас на костер еще блин что-то не хватает прикиньте давай 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 скорее надо сначала хотя бы снаружи обшить а потом можно будет изнутри тыкать главное чтоб хватило дерево но я чувствую его нихера не хватит прям совсем 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 нихера придется наверное затаится и сидеть всю ночь все ночью да все ночь дерево у нас то что такое дерево у нас 95 еще так дверку мы закрываем и продолжаем тыкать давай 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 нам надо завершить хибарку а потом будем сидеть сверху и смотреть как они тут ходят надо костер бы еще сделать я уже ничего не вижу вообще твою мать какие страшные звуки а чё нам нужно для костра где костер то блин маленький маленький камень нужен болин как страшно вы слышали эти звуки но это же вообще зашквар по моему так мы сейчас здесь мы можем кстати какой-нибудь ящичек построить какой-нибудь ящичек выдвижной ящичек горящая бочка офигеть нет просто просто твою мать ну и звуки а так если разобрать это блин это будет дерево а из чего мы можем получить камень не выходя из дома если бы это было так а вот из каменной кувалды наверно ну блин это такая достаточно ценная вещь если ее разбирать так факел лук для нафига мне лук а это чем с клика лента изолента пригодится стопудово так давайте-ка спальный мешок здесь разместим в этом в этом домике о кстати смотрите луна неплохо подсвечивает все это дело чуть по моему вокруг нас никого нет поэтому можно заколотить пол я думаю нам никто не придет жаловаться на шум да вроде смотрите индикатор стелса не поднимается не поднимается выше тридцати значит я думаю здесь никого рядом нет красиво может быть можно даже может быть можно даже попробовать сходить нет вон зомбарь вон зомба ходит так давайте попробуем все-таки разместить здесь спальный мешок вроде пол есть да вот так вот спальный мешочек мы разместили все если чего мы зарезаемся здесь так нам бы нагреть древесины чтобы закончить нашу маленькую нашу маленькую хибарку да ну нафиг но с такими звуками гулять по улице это по моим жесть если я не ошибаюсь зомби ночью должны передвигаться быстрее чем обычно ладно давайте попробуем пока луна нам светит попробуем подобывать что-нибудь там камешки какой-нибудь там маломальскую древесинку змеюка вон под колодная ползает опять нам нужно сейчас дерево зомби я пока не наблюдаю но прям чтоб так особо близко вон зомби ходит одна но она одна и я думаю проблема на нам не доставит так если под полтинник зал залазит уже стал 100 возможно рядом кто то есть я просто не вижу блин какие звуки ночью то это вообще капец конечно прям трешовые пустик с кустика тоже можно древесинку получить мало но можно так ну вот там пока зомби я вижу пока только одного это наверное то что первая ночь еще может быть жалеют то что еще там человек не освоился там все дела поэтому и не пускают много зомби да но у вас нафиг с такими звуками играть но вы серьезно тут же обделаться можно от одних звуков вы чуть видите идет нифига не вижу можно сказать рублю вслепую капец нашумели то так вон внизу еще внизу еще краем глаза зомби я вижу ух какой он прыгучий прыгучий зомби блин я думал это зомби ты это кактус ствол где вот он так сколько у нас древесины я чё там я чего-то не посмотрел уже уже лучше ё-моё 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 я я я я я вот об этом я и говорил вот об этом я и говорил вашу мать капец она быстрая только меня сожрали ну я щас появиться должен где-то рядом наверное так появиться на кровати так все я очнулся в кровати время 12 зомби ходит рядом так я и спать я в нем не могу это очень плохо теперь у меня по сути вообще ничего нет и придется ждать придется тупо сидеть и ждать ладно давайте на этом сделаем небольшой перерыв за трупиком я схожу как-нибудь и дождусь утра потому что утро надо ждать я пока не боеспособен противостоять таким быстрым зомби всем спасибо за просмотр огромное ставьте лайки подписывайтесь на канал и увидимся в следующих сериях выживания seven days today пока пока